Временное неудобство. В Вавруйске по 3 ноября. Некоторые районы останутся без электричества. Мы максимально стараемся людей уведомить. Где и на сколько не будет света. Очередной нарушитель. На въезде в Вавруйск маршрутка попала в ДТП. Есть ли пострадавшая? В гостях хорошо, а дома лучше. Хоккейная команда «Динамошинник» возвращается на родную арену. Очень соскучились по домашним трибунам, по родным лицам. Когда начало сезона. А также приемлемые цифры, ледяное путешествие и новые меры. В Беларуси пересмотрят базу незанятого в экономике населения. Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Президент встретился с послом Кыргызстана. Александр Лукашенко обсудил с представителем дружественного государства актуальные вопросы. На повестке дня развития торговых отношений между странами и совместное производство. Также президент расспросил посла об его впечатлениях от работы в республике. «Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. И на примере Кыргызстана обычно прохожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как Бог на душу положит. Ну, что-то осталось от советского периода. Допустим, закупали мы у вас семена сахарной свеклы. Мы, наверное, и продолжаем это делать, потому что нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно сейчас говорить, сотрудничество Беларуси с республиками бывшего Советского Союза, ну, те, которые хотят с нами сотрудничать, мы так и не подошли к этому. С другими странами, дальние дуги и так далее, мы это делаем. По отдельным странам принимаем отдельные решения, допустим, декрет президента по России, Китаю и так далее. А эти республики, ну, с одной стороны, они и так наши, мы всегда с ними наладим отношения, а с другой стороны, ведь план такой нужен. И нам, в Министерстве иностранных дел, надо иметь страновые планы взаимоотношений. Особенно с Кыргызстаном у нас есть, что предложить к кыргызскому государству. У них много чего есть, что нам нужно. И такие связи у нас обязательно должны быть. Одной из главных тем разговора стал технологический опыт Беларуси для Кыргызстана. Александр Лукашенко выразил идею создания совместного производства на основе наших технологий. Очередной нарушитель на въезде в Бобруйск маршрутка попала в ДТП. В воскресенье водитель легкового такси двигался со стороны деревни Сычково. При повороте налево он не уступил дорогу междугородней маршрутке, тем самым спровоцировал столкновение. В результате аварии транспортным средством нанесены повреждения, пострадавших нет. ГАИ напоминает о соблюдении ПДД при перевозке людей и о запрете совершения опасных маневров. Скачок цен – демонстрация лучшего и холодная пустошь. В Республике Донстарт 16-й Белорусской Антарктической экспедиции. Когда отправление? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь повысила экспортные цены на некоторую молочную продукцию. Сливочное масло жирностью 80% будет продаваться не меньше, чем за 510 российских рублей за килограмм. Молоко, сливки, сгущёнка в порошке и других твёрдых видах реализовывается за 295 вместо 285. Стоимость выставляется в зависимости от региона экспорта. В Республике с 20 ноября по 1 декабря пересмотрят базу незанятого в экономике населения. Чтобы не пополнить список, необходимо обратиться в местные органы власти и предоставить документы о занятости. При попадании в перечень граждане-собственники жилья обязуются оплачивать отопление, газ и горячую воду по полным тарифам. За прошедшие 9 месяцев в Беларуси зарегистрировано более тысячи случаев заражения ВИЧ. Этот показатель ниже на 12%, чем за аналогичный период прошлого года. По статистике, вирус находили у людей старше 30. У мужчин заболевание выявляется чаще, чем у женщин. 83% заражено половым путём. Беларусь в начале ноября представит свою продукцию на международной выставке импорта в Шанхае. Это позволит не только закрепить дружеские отношения с Китаем, но и наладить новые деловые связи с партнёрами и потребителями. Наша республика продемонстрирует достижения в автомобильной промышленности, покажет медоборудование и лекарственные препараты. В республике Донстар 16-й белорусской антарктической экспедиции. В этом году туда направится 13 человек. В команде 6 новичков и 7 опытных специалистов. Группа продолжит оборудование станции, проведёт большое количество исследований и экспериментов. Ежегодно для удобства работы пополняются новые приборы и аппараты. Отправка запланирована на начало ноября, возвращение в конце мая 2024. Тёмный час. В городе проводится проверка электроэнергии. Работы будут вестись с 10 до 16 часов. Во вторник, четверг и пятницу без света останутся улицы Кирова, Березинская, Халтурина. В среду плановый блэкаут затронет жителей домов Набеляева, Молоковича, Тельмана и Черепичной. Что касается том, если пропала электрическая энергия и в списке их нет. Наиболее частый вариант это происходит при аварийном отключении. Потому что при планном отключении мы максимально стараемся людей уведомить. Для своевременного получения новостей можно подключить услугу СМС-оповещений. Для этого необходимо обратиться в сервисный расчётный центр Бобруйских тепловых сетей. Более подробная информация на сайте Могилёв Энерго. Важная профилактика. Для безопасности детей и взрослых существуют разные меры. Юному поколению разобраться в вопросах помогают как дома, так и в школе. Наглядные пособия, семинары, уроки. Один из таких накануне прошёл в Глузке. Чем раньше, тем лучше. В гимназии Глузка детям проводят практическое занятие по правилам и технике безопасности. В последнее время выросло количество электротравматизма. За четыре года пострадало более 120 человек. 72 из них погибли. На фоне такой статистики созданы общеобразовательные мини-центры для регулярных познавательных уроков. Руководством филиала Могилёвского было принято разработать планы и мероприятия профилактической работы персонала в различных сферах. Это и в сфере охранных зонах при работе сельскохозяйственной техники, это и на производстве, это и в быту, в том числе и мероприятия, которые проводятся со школьниками. Для ребят созданы все условия, чтобы с интересом и пользой получить необходимую информацию. Класс оборудован тематическими стендами, наглядными тренажёрами и интерактивными играми. Есть обучающие видеоролики, брошюры, книжные закладки, раскраски. Мы рассказываем детям про электротеплобезопасность, как себя вести на улице, в быту, как пользоваться электроприборами, чтобы электричество приносило им только пользу. В кабинете для наглядности макет, где есть розетки и вилки на любой вкус. Среди них только по одному примеру исправных элементов. Задача педагога – наглядно показать, что не так. Задача ученика – напомнить, закрепить, продемонстрировать. На этом уроке я узнала, что пользоваться зарядкой можно только вот в такой розетке. Она исправна и она не несёт никакого вреда. Также есть пример оборванной линии электропередач. Демонстрируются правила поведения в этом случае. Принцип усвоения идентичен. Я узнала на этом уроке, что когда я вижу оборванный провод, который лежит на земле, нужно от него повернуться и отойти гусиным шагом. Хоть занятия проходят регулярно, молодым умам нетрудно отпечатать полученные знания и навыки с первого раза. Однако повторение – мать учения. Нельзя использовать электроприборы в ванной, что нельзя оставлять электроприборы включёнными без присмотра. Филиал в Глузке проводит такие мероприятия не только для гимназистов. Кабинет открыт и для школьников с района. Госэнергогазнадзор призывает взрослых напоминать детям об элементарных правилах безопасности и помнить – личный пример – лучший урок. Елизавета Лепеева, Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Родной лёд «Динамошенник» возвращается на Бобруйск-арену. Команда проведёт 10 домашних матчей. Старт 8 ноября. Череда игр откроется поединками с «Золотым дивизионом» – «Красной армией», «Спартаком», «Локомотивом» и «Алмазом». Сейчас «Динамошенник» завершает выездную серию соревнований с МХЛ и с нетерпением ожидает возвращения на свой лёд. Наши ребята, наши парни неоднократно отмечали, что очень соскучились по домашним трибунам, по родным лицам, поэтому очень ждут поддержки на трибунах. Мы очень ждём, что наши болельщики соскучились по хорошему хоккею и по нашей команде. Завершится домашняя серия матчей играми с «Серебряным дивизионом». Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте команды. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.